Ну что, идем обедать? Гостевой дом имеет два обеденных зала. Залы небольшие, но уютные и чистые. Нет толкучки. Зашли, сели, покушали, ушли. Питание комплексное. Завтрак 8.30, обед 12.30, ужин в 17.00. Пришли по времени, уже стол накрыт, покушали и ушли. Сейчас спускаемся по лестнице, заходим в столовую. Да, еще забыла в предыдущем видео вам рассказать. Задали мне вопрос, есть ли комары, нужно ли брать с собой таблетки от комаров, фумигаторы. Так вот, отвечаю, за 7 дней нашего отдыха не видели ни одного комара. Хотя отель предоставляет фумигаторы с наполнением. Фумигаторы лежат в комнате при заселении. Забыла сказать загладильную доску и утюг. Все это находится на первом этаже, возле ресепшн. Все бесплатно. На обед уха, салат из капусты, огурцов, кукурузы, гречка с поджаркой, булочки, капот, два кусочка хлеба на человека. На завтрак. Пшеничная каша с котлетами, салат из баклажанов, вергуны, кофе, чай на ваше усмотрение. Есть отдельный стол с баком кипяченой горячей воды. Есть пакетированный чай, сахар, молоко. Что желаете, то себе и наливаете. Еще один завтрак. Макароны с печенью, огурцы, рогалики, кофе. Хотите чай, налейте себе чай. Все предусмотрено. Обед. Суп с гренками, плов, салат, компот, яблоки. Подведем итоги по питанию. Еда очень вкусная. Всегда свежая, только что приготовленная. И приготовлена с душой, по-домашнему. Каждый день разное меню. Блюда не повторяются. Но порции немного маловаты для мужчин. Для деток вполне достаточно. Даже наблюдала такую картину, что папашки доедали после своих деток. Мой совет. Кто любит покушать, берите сало, колбасу. Холодильник есть, есть где хранить. Спрашивали, нужно ли брать с собой чайник или кипятильник. Столовая открыта до 11 вечера. И в ней всегда есть кипяток, чай, сахар, чистые чашки. Есть микроволновка. Даже если понадобится разогреть ночью ребенку еду, охранник откроет столовую без проблем. Это третий городской пляж. И он находится рядом с гостевым домом жемчужина Азова. Сейчас покажу вам сам берег. Вот сегодня полный штиль, но ветер такой прохладненький. Но люди уже купаются, уже занимают места на пляже. Людей здесь очень-очень много. Водичка чистая, такой песочек, такой заход. Но встречаются, кое-где встречаются камни. Пляж ходится слева от отеля жемчужина Азова. На пляже есть зонтики от солнца, грибочки. Песочек с ракушкой. Лежаки. Но еще не узнавала, платные они лежаки или бесплатные. Переодевалки. Всевозможные ларечки с пиццей, мороженое, коктейли, пиво. Есть медпункт. Есть спасатели на пляже. Шезлонги. 100 гривен в день, 25 гривен в час. Минимальное время аренды 2 часа. Детские батуты. В общем, пляж оборудован. Для детей здесь очень много развлечений. Батуты. Высотные батуты. Смотрите, шаурман. Выиграй приз, сбей банки. Туалет на пляже. Аттракцион батут. Кинотеатр на грани твоих ощущений. 9D. Пицца. Беспроигрышная игра. 30 гривен. Битва пиратов. Вот такие для малышей. Качельки. Это все находится рядом с гостевым домом. Жемчужина Азова. Каруселька Юнга. Для совсем маленьких. Паровозик. По кругу. Игровые автоматы. Вот такая карусель. По кругу вверх-вниз. Стоимость не могу сказать, потому что сейчас все закрыто. Раннее утро. Карусель солнышка. Вот такая каруселька для малышей. Лошади. Самолет. Боксерская груша. Вот такие самолетики. Паровозик. Лошадка. Игровые автоматы. Развлечений на этом пляже хватает. Взрослые отдыхают. Детки играются. Такая для малышей карусель со слониками, бегемотиками, машинками. Это все третий городской пляж. И вот я вам показываю, где находится рядом с этим пляжем, находится наш гостевой дом. Вот я его увеличила. Вот он. Такого зеленого оливкового цвета. Парковки. Фактически парковки нет. Для автомобилей нет. Вот сколько машин вмещается возле ворот, столько и стоят. Остальные, кто приехал на автомобиле, есть парковка. Дальше за угол. Где-то метров 150-200 платная. 20 гривен в день. На пляже очень много людей. Вот такие развлечения для деток. Дракончики, горки, катера. Вот такой футбольный мяч. Который плавает по волнам людей. Мы немножко в сторонку отошли. Все-таки коронавирус еще никто не отменял. Поэтому не хотим лежать один на одном. Нога к голове, голова к ноге. Поэтому отошли немножко в сторонку. Между камней примостились. Поставили два лежачка. Поставили зонтик. И будем отдыхать. Вот загрузили драконов. Полностью загруженный. И поехали катать. Рыба-игла. Поймал руками. Выпускай, хай живы. Вчера был небольшой шторм. Сегодня с утра ветер с моря. Опять штиль. И ушли медузы. Медуз практически справа от отеля. Вот такая набережная. Вот такой берег с камнями. Но здесь есть места, где можно примаститься. Положить покрывало. Загорать на нем. Справа находится городской пляж. На пляже очень много людей. Также есть маршрутки. Рядышком возле отеля остановка маршруток. Метра в сто везут на бердянскую пляжу. Там, конечно, пляжи пошире, покрасивее. И, в общем, можно ездить каждый день купаться на косе. Обязательно берите с собой защиту. У нас в городе она дешевле, чем здесь. Кто подвержен сгоранию мгновенному. Очень яркое солнце. Супер защита 50. Стоит 110 гривен. Приехали мы на бердянскую пляжу. Позагорать и покупаться на диком пляже. Вот такое море сегодня шумит. И вот пляж. Смотрите, какой пляж широкий, песочный. На бердянской косе. Отдыхаем возле базы отдыха Лоцман. И на пляже люди ездят не такой наплыв, как в городе. То негде присесть здесь пошире, попросторнее. И люди соблюдают дистанцию. Вот такие пляжи. Дальше, дальше немножко, в метрах 200 идет пляж оборудованный, по-моему, или солнечный, или солома название. Там есть все. Там есть кафешки, там есть туалеты, зоны отдыха. Ну, а это мы остановились на диком пляже. Вот такой пляж, вот такой песочек. Нет такой ракушки, как в Бердянске. Очень удобно, очень хорошо.